В Муравленко Денис Антонов знаком многим. Он известен своими спортивными достижениями далеко за пределами Ямала. Профессиональный спортсмен ММА, победитель Кубка Сибири по боевому самбо всероссийских соревнований среди студентов. В копилке достижений призовые места на соревнованиях различного уровня. В панкратионе, боксе, боевом самбо и ММА. Каждый день он выбирает спорт и успешно преодолевает любое препятствие, даже если оно кажется непреодолимым. Это тяжело, конечно. Если бы мне сегодня сказали, пойди выступи в карате, я бы с радостью пошел и выступил в карате. Спортом я начал заниматься лет, наверное, с семи. Спорт меня привел в двор, так как все парни хотят стать сильнее, научиться постоять за себя. Все как обычно. Дальше просто я продолжил занятия спортом, начал развиваться в разных направлениях, таких как бокс, самбо, боевое самбо, рукопашный бой, панкратион. И по сей день я в этом направлении развиваюсь. Первым видом спорта, который начал осваивать семилетний Денис, стало дзюдо. Это было в Башкортостане, а по приезде в Муравленко он переключился на бокс и самбо. Тренировался долго и упорно под руководством Владимира Мягких и Дениса Репушка. Результаты не заставили себя ждать. Каждому тренеру, который вложил в него знания или, например, поставил удар и поработал над техникой бросков, он бесконечно благодарен. Тренерская работа плюс упорство бойца – это залог успеха настоящего спортсмена. Когда ты вкладываешь, если я со стороны себя посмотрю, как спортсмена, я вижу, когда тренер вкладывает в меня определенную технику, ставит мне. И ты выходишь на соревнования и показываешь это все. То есть это твой рост, ты растешь, грубо говоря, как в школе. То же самое. И то же самое ты, когда учишь человека, и он учится на тебе, берет с тебя пример, так скажем, да, и потом выходит на соревнования и показывает примерно то, что ты ему показывал, учил. И это довольно-таки приятный момент, мне кажется. Он и сам год работал тренером в спортивной школе «Арктика», но решил продолжить карьеру спортсмена. Денис Антонов не боится заявлять о себе. Меня зовут Антонов Денис. Мне 25 лет. И с самого детства по сей день я занимаюсь прикладными видами спорта. Такими, как бокс, боевое самбо и дзюдо. Поначалу было трудно, но меня это не останавливало. До 2020 года я стал профессиональным бойцом по смешанному единоборству. Я являюсь членом сборной команды «Янао» по боевому самбо. Моя цель – это стать заслуженным мастером спорта и добиться высоких результатов в профессиональном ММА. Я обращаюсь к хардкору файтинг. Я готов прийти и показать, на что я способен. Продолжение следует... Это была лига хардкор. То есть хардкор ММА. Я хотел там побиться, но мне пока что конкретного ответа не дали. И тогда тоже не дали конкретного ответа. Насколько я понимаю, что там дело не только в том, что там какой-то хороший спортсмен. Также смотрят и на социальные сети, как ты активно их ведешь. Также смотрят, наверное, от местоположения твоего. Ну и основной вопрос – это в финансах. Не жалея сил, эмоций, он каждый день приходит в спортивный зал и отрабатывает броски, ударную технику, тренирует выносливость и закаляет дух. Для него спорт – это не просто тренировки изо дня в день, образ жизни. Вы знаете, спорт мне помогает вообще во всем, наверное. От развития в голове, так скажем, стремления быть первым, воспитание. Это очень серьезный процесс, очень серьезно – это самодисциплина и вообще дисциплина. Это очень тяжело соблюдать ее. Так как я выступаю и являюсь, можно сказать, профессиональным спортсменом, без травм не обойтись. Это очень… от подготовки, от периода к периоду. Не успеваешь восстановиться, не успеваешь залечить какую-то травму, там, к примеру, там, ногу подвернул, да, там, руку выбил, там, в грушу ударил, там, или вкрутился неправильно, там, спина немного, да, там, заболела. Вот. И от соревнований к соревнованиям, от подготовки к подготовке ты не успеваешь восстановиться, бывает такое. Вот. Ну и как бы самый восстановительный период, наверное, у меня – это летом. Это все зависит, конечно, от желания. Вот у меня в детстве было желание, да, там, мне ничего неинтересно было, да, там, конечно, я мог погулять, там, с друзьями вечером, да, там, отвлечься как-то, да, там, но все равно я всегда, ну, большой упор, так скажем, делал на спорт. То есть я знал, что у меня основной контингент моих друзей, все, все, все в зале, у нас общие интересы, то есть им, ну, так же мы, вот, нежели там где-то по дворам ходить, да, мы там на тренировках учили тот или иной прием какой-то, да, там. Ну и в любом случае, вот в зал, если ты приходишь, тут, как бы, мне кажется, нет неприятностей, и я всегда знаю, что это поддержка, то есть у меня здесь, вот, в любой момент, в любой, там, я человеку могу позвонить, и там, он меня выручит. Друзья не только на ковре, в ринге, но и в жизни. Знакомый с Денисом достаточно давно, он начинал, получается, свою карьеру непосредственно в самбо, когда я еще был юниором, это были, условно, 2007-е годы. Дениса я знаю, мне нравится то, что человек не сдается. Во-первых, работал, так скажем, на стабильной работе, не побоялся ее бросить, попробовать себя в новом амплуае, так скажем, тренера. Он понял, что, чтобы стать тренером, надо еще добиться своих каких-то результатов, поэтому он решил оставить тренерскую карьеру, надеясь, это временное его решение, и развивается как спортсмен. Денис достаточно самоуверенный и качественный спортсмен, обладающий своей индивидуальной техникой, который приезжает и делится с нами периодически, за что ему большое спасибо. Денис хороший, как товарищ, как спарринг-партнер, и, в принципе, как человек. Неудивительно, что у Дениса не отнять спортивного стремления, силы, выносливости и желания побеждать. Большая часть его семьи со спортом на «ты». У меня бабушка мастер спорта, она спортивная гимнастика у нее, то есть она даже преподавала в университете спортивную гимнастику, также дед у меня лыжник, отец мастер спорта по стрельбе из лука и по стрельбе из пневматической винтовки. В планах у спортсмена еще не один раз заявить о себе, добиваться поставленных целей и идти к своей спортивной мечте. Редактор субтитров А.Семкин